Вот плита, вот она плита, это уже не забор, я так считаю. Это камень, да. Вот. Вот. Эта женщина, по ее же словам, бывает здесь редко, живет в основном в городе. Но о кощумственном способе укрепить давно разбитую дорогу слышала еще в начале мая, а приехав на участок, наткнулась на плиты лично. Мне приятно, конечно, вот это все. История стала достоянием общественности в день победы 9 мая, когда соцсети взорвало фото неизвестной дороги в поселке Атары. Буквально засыпанный обломками могильных плит. Точного адреса указано не было, и пока многочисленные любопытствующие искали могильный путь, администрация района, коему принадлежит поселок, успела прокомментировать разгорающийся скандал. Месяц назад был разобран аварийный участок забора на Ново-Татарском кладбище. Битый кирпич и обломки старого фундамента были использованы для ремонта дороги. Очевидно, фрагменты старых, бракованных могильных камней попали в основание фундамента забора, который поставили еще во времена СССР. И, к сожалению, некоторые фрагменты надгробия оказались на проезжей части. Эта проблема будет устранена в ближайшее время. Уверяю вас, ни одно надгробие с кладбища во время ремонтных работ не пострадало. Сегодня начало той самой дороги, которую уже успели прозвать Черной, замаскировано, что там за камни сквозь слой глины уже не разглядишь. Но стоит пройти чуть дальше, и кладбищенские осколки торчат из грунта немым укором. По словам местных жителей, если администрации в курсе происходящего, то инициаторы укрепления исключительно владельцы ближайших коттеджей, давно и упорно жардущие подлатать путь от дома к главному месту их отдыха – местному озеру. Здесь понятие растяжимое, потому что если бы было, я думаю, что и с полком что-то делали, то было бы все по порядку. Здесь, наверное, части. Место, откуда к Млечному Атаровскому пути свозится так называемый стройматериал, расположенный не так уж далеко от самого поселка – Ново-Татарское кладбище. Часть забора уже разобрана до основания по официальной версии для укрепления дороги. С территории кладбища вывозится только и исключительно старый забор. Только факты говорят об обратном. Будут вот люди ездить по этой территории, по этим камням. Кто конкретно живет, да. Удобства тоже нужны, да. 9 мая, когда так называемая могильная дорога прогремела по всей республике в администрации района, нам пообещали проблему уладить. И отчасти обещание сдержали. В самом начале этой самой дороги могильные плиты тщательно утрамбовали и присыпали землей. Вот до этого участка техника еще не дошла, зато добрались руки инициаторов укрепления дороги. Здесь могильные плиты тщательно уложили надписями вниз, чтобы не привлекать внимание. И также утрамбовали, что говорит по меньшей мере о том, что убирать их отсюда никто не собирается. Получается, что ряду живых людей дорога важна вне зависимости от цены.